Продолжение следует... 255 тысяч уже подписей. Обсудим перспективы ее с самим Львом Александровичем Пономаревым, правозащитником, который присоединяется к нам прямо в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот вчера буквально коротко успела вас на мосту Большому Москварецкому спросить о том, какие у вас планы в связи с этой петицией, какие надежды. Хочу вас теперь попросить рассказать подробнее об этом. Ну, вообще так, я бы сказал, планов особых нет. Но мы все ждем миллионы, потому что это символическая цифра, потому что она будет доказывать, это всего лишь миллион подписей, всего лишь миллион. Это означает, с другой стороны, что десятки миллионов выступают против войны, потому что не каждый же имеет чензерк и все остальное, инфраструктуру, чтобы это все подписать и так далее. Поэтому, когда я начинал эту петицию, и не я, так сказать, а я с своими друзьями, коллегами обсуждал это, мы понимали, что большинство россиян настроено антивоенно. Они не хотят войны, они боятся войны. Но при этом иногда некоторые из них, может быть, даже часть, значительная часть от тех же людей, которые выступают против войны, под влиянием пропаганды, под влиянием опасений, что они могут не то сказать, высказывают в социологическом опрозе поддержку Путина. Сейчас уже можно говорить не поддержку войны, а поддержку Путина. Поэтому правильнее уже говорить о судьбе Путина против этой всей истории, потому что она закончится рано или поздно. Скорее всего, позорно для России. Да, собственно, и сейчас Россия позорилась максимально, сколько можно. Могу перечислить. Как вы думаете, стоит ли ожидать все-таки действительно массового выхода на улицу людей? Я прошу вас только в нашем эфире не призвать, потому что, к сожалению, такие ограничения нас накладывает Роскомнадзор. Но, тем не менее, видим, что многие пишут из Украины сюда россиянам подобные какие-то призывы. Как вы оцениваете эту перспективу? Перспективу, значит, выхода на улицу я вижу большой. До тех пор, пока война не окончится, будет больше людей стремиться выйти. Конечно, против них будут применяться репрессии, как и сейчас уже применяются, как против меня принимаются репрессии, запугивания. Но я, наблюдая эфир и наблюдая то, что происходит в стране, мне кажется, происходит перелом. Вот миллион, как говорится, миллион, он будет влиять на настроение людей, которые занимаются экономикой, я имею в виду тех называемых олигархов, но не только их, а тех людей, которые реально занимаются экономикой, у которых там не миллиарды долларов, а действительно сотни миллионов. И они будут думать, что делать, и как работать, и как жить. Потому что деньги – это ведь не только цель для их заработать больше. Это люди, которые посвятили свою жизнь, развитию экономики и все остальное. Ну и, конечно, окружение Путина. Потому что вообще, говоря, заседание Совета Безопасности было похоже, конечно, имело чудовищный вид. И люди могли убедиться, что сидят как куклы. Значит, ни один из членов Совета Безопасности, несмотря на огромный пост, который занимает государственная система управления, ни одного слова не сумели сказать, даже более того, как ученики боялись противоречить, угадать, что президент скажет в следующий раз. Такие люди не должны управлять страной. Поэтому я думаю, что сейчас возникает в ближайшее время политический кризис в России, когда надо ставить вопрос, чтобы эти люди уходили как можно быстрее от власти. Да, но при этом и для тех вот простых граждан, как бы пошло это выражение не звучало, цена выхода на улицу и выражение какой-то своей позиции, она сейчас очень высокая. И действительно, наверное, для многих, даже не согласных, мы не можем увидеть как-то наглядно количество этих людей, да, ни, наверное, в вопросах, ни в количестве тех, кто подписал, ни на улицах, потому что, наверное, нельзя это как-то объективно оценить. Вот как вам кажется? Не очень понял вопрос, как-то может сливать. Еще раз повторюсь. Как вам кажется, можно оценить объективно количество тех людей, которые присоединяются к этим антивоенным призывам в России внутри? Я должен повторить. Я именно это говорил о том, что миллион подписей, это не значит, что всего лишь миллион людей возражает против войны России на Украине. Я думаю, что это десятки миллионов, потому что не каждый имеет доступ в интернет. И я думаю, что протест будет развиваться. Я думаю, что экономика сейчас будет падать. И количество людей, которые уже по другим экономическим соображениям, не только моральным, выступают против войны с Украиной. Сейчас пока это только моральный протест. Моральный. Стыд за страну, стыд за себя, что в такой стране живем. Мы допустили такое руководство, которое фактически впервые после Второй мировой войны выступило открытым совершенно агрессором. И фактически сейчас угрожает ядерной войной всему миру. Последствия всего этого трудно предсказать. Потому что это впервые происходит. И жонглирование ядерной бомбы. Поэтому политический кризис в России будет развиваться, и в этом уверен. Как вы думаете, не будут ли люди становиться, может быть, которые не так внимательно следили за ситуацией, озлоблены, что ли, в том числе и тех санкций, которые вводят западные страны против и российского руководства, и российской экономики, которые, очевидно, сказываются на нашей жизни и будут сказываться еще сильнее? Озлоблены, я имею в виду, даже не на руководство страны, а как раз на западные страны. Я так понял, что вы обсуждаете, не будет ли, наоборот, на стороне власти больше людей. Ну, не то, что даже на стороне власти, а вот какая-то озлобленность именно в отношении тех, кто эти санкции вводит. Да, озлобленность, бесспорно, будет возрастать, как во время любого кризиса. Озлобленность людей, которые не очень привыкли размышлять, которые будут подчиняться пропаганде, а там уже пропаганда, она перешла все границы. Возможно, какое-то гражданское противостояние в России. Вполне возможно. Но так как против войны выступает большинство, то все равно будущее за теми людьми, которые будут иметь антивоенную позицию. Вот примерно так я думаю. А не имеет ли смысл вот эти почти миллионы уже подписей? Наверное, уже нет сомнений, что петиция наберет миллион за этот день, наверное, я даже думаю, если не больше. Не имеет ли смысл как-то их, я не знаю, может быть, распечатать физически, отнести в администрацию президента, как это принято, для большего эффекта? Я понял. Интересное предложение. Я буду считать, что вы авторы этого предложения. Хотя, конечно... Не то, что предложение, я размышляю просто, что можно сделать. Да. Ну, правильно. Вот вы мне подсказали. Для меня это неожиданно. Но на самом деле, конечно, это один из вариантов, как использовать этот миллион подписей. А как вам вообще кажется, что нужно сделать, чтобы на них действительно обратили внимание? Ну, конечно, нет. Но вы же журналист, поэтому вы подсказываете такой вариант, чтобы об этом еще раз говорили, еще раз писали. Потому что миллион, это есть миллион, еще раз повторяю. Да, возможно, мы так и сделаем. Как вы оцениваете вот те уже прошедшие акции в нашей стране, во многих городах, где люди выходили на улицу? Как вы оцениваете количество тех, кто все-таки вышел, и то, как к ним относилась полиция все-таки? Какое у вас ощущение от этого? Ну, знаете, есть такая история, что перед нами был тоже гигантский протест, когда приехал Алексей Навальный. Поэтому сейчас идет повтор уже. Это первое. Значит, поэтому это уже было. Вот попыток задерживать без всякого основания. Все противозаконно. Все происходит, все, чтобы дать себе задержание, противозаконно. Это первое. Поэтому, наверное, будут хватать и по-прежнему полицейские. Но я тут услышал, я бы сказал, нельзя сказать радостную весть, но такую некую весть, которая будет работать в сторону выходящих на митинги. Потому что я тут узнал второй оперативный полк, который, как говорится, лютовал в Москве всегда. Он вроде уже, его отправили на войну. Поэтому количество полицейских, честно говоря, на улицах Москвы, когда я выходил, было меньше, чем я ожидал. Меньше. Поэтому здесь много разных факторов. Но протест будет возрастать, и люди будут выходить на улицы. Я в этом уверен. Понимаете, одно дело выходить по какой-то политической причине, там, задержка Навального. Задержка Навального, что вообще, конечно, достойно, и так и надо было делать. А другое дело, война, которая касается каждого человека в стране. Спасибо вам большое. Это был Лев Александрович Пономарев, правозащитник, который включен Минюстом в реестры СМИ иностранных агентов, и который запустил петицию на сайте Change.org, антивоенную петицию. Вот, как мы уже говорили, она потихоньку приближается к уже миллиону подписей. Я давно не видела, чтобы так массово и быстро петиции набирали такой вес. И на этой платформе тоже. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но «Дождь» — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире. Продолжение следует...